Кажется, что самое сложное время для страдающих сезонной аллергией приходится на весну и начало лета. Но это не так. Август – это время бурного цветения сорных трав. Как бороться с аллергией и какие методы лечения советуют врачи, узнавала наш корреспондент. С конца августа до конца сентября начинается новая волна аллергических реакций, вызываемых пылением сложноцветных, маревых, крапивных и сорных трав. Врач-аллерголог-иммунолог Алсу Шерифулина подробнее рассказала о клинических проявлениях аллергии. Пыльца сорных трав вызывают клинические проявления аллергического ринита, бронхиальной астмы, аллергического конъюнктивита, симптомы в виде заложенности носа, в виде обильных водянистых выделений из носа, часто ринорея, чихание, покраснение глаз, зуд на глазах. Симптомы полиноза или сезонных аллергических заболеваний схожи с симптомами простуды. В обоих случаях пациентов беспокоит заложенность носа, кашель, покраснение глаз. Однако есть различия. Если симптомы беспокоят из года в год во второй половине лета, то, скорее всего, это сезонная аллергия. Самое главное отличие – это основные клинические проявления. То есть при ОРВИ преобладают симптомы общей интоксикации пациента, повышение температуры тела, слабость, ломота в теле, потливость, боль в горле. При пульцевой аллергии таких симптомов нет. В случае, если пациент заподозрил у себя симптом аллергии, первое, что нужно сделать – обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу. Он назначит необходимую диагностику. В период обострения пациента тщательно его осматривают, тщательно собирают историю болезни и проводят определение специфических иммуноглобулинов Е к пульцевым аллергенам, в частности к сорным травам, полыни, аброзии. А вот кожные пробы проводятся только после окончания сезона цветения. То есть в период обострения заболевания кожную пробу ставить нельзя. После того, как аллерген определен, необходимо снизить контакт с ним и начать прием антигистаминных препаратов по назначению врача. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс.